Всем большой привет! Надеюсь у вас все хорошо. Сегодня мы приготовим очень пряный и ароматный тыквенный торт. Поверьте на слово, даже не любители тыквы будут в восторге от нее. Для этого нам нужно почистить и нарезать на кубики саму тыкву. Далее измельчаем ее в блендере, но вы можете просто натереть на терке, как вам будет удобно. К измельченной тыкве добавляем обжаренный грецкий орех и перемешиваем. Далее цедру одного апельсина и сок того же апельсина. Также перемешиваем, чтобы все вкусы перемешались друг с другом. Далее добавляем корицу, самый главный ингредиент, и коричневый сахар. Также перемешиваем, чтобы сахар растворился. Даем отдыхать. К яйцам добавляем сахар и взбиваем до легкой пенки. Далее добавляем растительное масло, тоже перемешиваем. Соединяем муку с разрыхлителем и просеиваем по 2 столовые ложки к яичной массе на очень мелкой скорости. Перемешиваем. Далее по чуть-чуть добавляем тыквенный смесь и перемешиваем. Берем самую большую форму, у меня диаметр 40 см, или по 2 формы по 20 см. Одним коржом не советую печь, так как внутри останется сырым. Ставим в разогретую духовку на 175 градусов на 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой и вырезаем нужный нам диаметр. Остатки используем для украшения торцика. Так как у нас любят очень маленький слой крема, я использовала половину порции от оригинального рецепта. И добавила чуть меньше сахара, так как сам по себе корж очень сладкий. Далее все очень просто. Выкладываем на вашу любимую тарелочку коржик, добавляем к нему крем. Коржики не нужно пропитывать, так как они сами по себе очень сочные. У меня получилось 3 слоя, вы можете сделать 2 слоя. Это на ваше усмотрение. Добавляем последний слой крема и украшаем. Так как это было для домашнего чаепития, все было очень просто и по-домашнему. Окутываем края нашего красавчика самими же крошками от коржика и доверяем своей фантазии. Сверху я обсыпала кокосовой стружкой, хоть какой-то снежок. И дальше, что было под рукой в новогоднем стиле. В моем случае были имбирные пряники в виде тыкалка. Если нужен будет рецепт, пожалуйста, дайте мне знать. Я с удовольствием им поделюсь. Они тоже очень воздушные, нежные и тают во рту. Я сделала для вас разрез. Как видите, в нем очень мало крема. Для любителей малого крема он будет прям по душе. Он очень воздушный, нежный, тает во рту. С наступающим вас! Готовьте на здоровье и не забудьте поделиться со мной. Субтитры сделал DimaTorzok